Добрый вечер! Это Красный проект на канале ТВ-центров. Каждую пятницу мы встречаемся в этой студии и обсуждаем самые главные события из истории нашей страны за последние сто лет. Сегодня тема трагическая. Распад Советского Союза. Как могло случиться то, во что никто не верил и на словах практически никто этого не хотел. Но тем не менее это произошло. Был ли предопределен распад Союза и когда наступила эта точка невозврата? Ну мне кажется, что такой точкой невозврата был март 90-го года, в тот момент, когда КПСС перестала быть руководящей и направляющей силой Советского Союза. Конечно, фактически это решение устраняло правящую верхушку Союза от реальных рычагов управления. Дальше уже, на мой взгляд, все было предопределено. Понимал ли Горбачев, что он делал, принимая такие решения? Думаю, что так же, как в 85-м году, ничего не понимал. Вот думал о том, что он станет президентом Советского Союза без всяких общенародных выборов, без всякой демократии. Ну а КПСС можно слить в утиль. Вот это, мне кажется, была та точка, за которую расплат Союза был практически обязательным. Я думаю, я тоже сторонник того, чтобы подходить к этому вопросу, как к историческому событию, имеющему какую-то протяженность. Можно действительно по-разному начинать отсчет. Некоторые начинают со дня смерти Сталина, некоторые начинают с 22-го съезда КПСС. На мой взгляд, я вот по своей жизни и тому, как я учился в то время в аспирантуре в Московском университете, я помню, когда после смерти Брежнева пришел к власти Юрий Владимирович Андропов, который, напомню, был все-таки главой Комитета государственной безопасности, то есть, казалось бы, обладал всей информацией, всей полнотой власти. И опубликовал он статью тогда в журнале «Коммунизм», знаменитую тогда статью. Мы ее изучали, где он написал, что мы просто не знаем общество, в котором живем. Для меня это было тогда немножко таким открытием, когда представитель КГБ, генеральный статистка КПСС, признается в том, что вообще непонятно, что делать. Он там воспел, так сказать, собственность социалистическую, призвал, так сказать, ускоряться. И перестройка, кстати, первый раз прозвучала в этой статье. Для меня это было уже, так сказать, каким-то открытием, пониманием того, что наверху вообще непонятно, что происходит. А после этого начались, помнишь, облавы на людей в кинотеатрах и в магазинах, задавали себе вопросы, почему они не на работе. Это все, что можно было предложить для реформы, так сказать, этой огромной, мощной страны, второй экономики мира. Потом умирает Андропов. Кстати, Андропов стал еще и главой Верховного Совета. Он вообще всю власть в своих руках сосредоточил. И ничего, собственно говоря, предложить не смог. Приходит другой человек, умирает Андропов, приходит Черненко, позорный совершенно. Тоже ничего не происходит. Страна продолжает разваливаться. Приходит Горбачев, экономика в руинах, по сути дела. В 90-е годы начинается парад суверенитетов. Каждая почти союзная республика объявляет о своей максимальной независимости от центра. По сути дела, процесс пошел гораздо раньше, чем Горбачев пришел к власти, на мой взгляд. И более того, скажу тебе, процесс распада СССР сегодня не закончен. И то, что мы видим на Украине, ситуация с Крымом, и я уверен, на границе на постсоветском пространстве будут меняться и дальше. Этот процесс действительно исторически серьезный процесс, который может быть, как распад любой империи, займет не одно поколение жизни людей. Ну не знаю про не одно поколение жизни людей. В принципе, понимаешь, я понимаю американскую позицию. Советский Союз развалился, чего бы теперь Россию не развалить. Это мне понятно. Нет такой позиции вообще и близко. Не надо придумывать за Америку. Америка бороться с коммунизмом. Коммунизм и холодной войной. А зачем разваливать? Я вот и вижу, что сейчас, когда вы там собираетесь и санкции Конгрессом принимаете, это все против коммунизма. Я напомню речь Буша-старшего в Киеве, где он призвал сохранить украинцев, не выходить из состава Советского Союза, не разваливать Советский Союз. Так называемый Киев-чикен-спич, который возмутил тогда очень многих либералов и демократов. Это 1991 год. А в 1992 году у господина Буша уже было все нормально. И он сказал, ладно, Россию пока оставим, но она никогда не будет великой державой. Ну давай все-таки к распаду Советского Союза. Давай все-таки, а то, понимаешь, там и у Сталина, и у Ленина у всех были ошибки. Из-за этого Союз развалился. Но вообще-то была Беловежская пуща. Шушкевич вообще ехал туда для того, чтобы поохотиться на Зуброва или там на Зайцева, я не знаю на кого. Зачем ехал Кравчук, до конца непонятно. Он раз в пять менял свою позицию, потом уже по-разному интерпретируя. А Ельцин точно ехал за властью. Вот единственный, кто понимал, зачем он туда едет, в Беловежскую пущу, был Борис Николаевич. Потому что он ехал менять власть, его власть в России на целостность Советского Союза. И это то, что в истории останется как ельцинское действие. То, мне кажется, это уже в связи с того, что страна к этому моменту уже не функционировала. Власть не функционировала. Горбачев, предлагающий новый, помнишь, новый договор союзный суверенных республик, не советских социалистических, а союз советских суверенных республик, с этим договором оказался вне реальной политики. Все, что делал Центр, было неадекватно, власть перешла к людям на местах, к местным национальным элитам. Когда это произошло и почему это произошло, это вопрос большой. Слушай, ну элиты тоже разные были. Назарбаев уже после Беловежской пущи был категорически против него. И выступал еще за сохранение союза. Эти все люди пришли в 70-е и 80-е годы к власти в союзных республиках. Многих из них, кстати, выдал Андропов тот же, продвигал Алиева, например, и так далее. То есть это не были ставлики Горбачева. Горбачев скорее пришел и стал перед этими элитами, которые требовали максимального суверенитета. А что было делать? Посылать войска везде, как в Тбилиси? Что делать с Прибалтикой? Что делать с Украиной, которая первая объявила суверенитет, невзирая на то, что там... Чего там Украина первая? Слушай, Коля, что было на Украине? Вот был августовский путь, и господин Кравчук сидел и ждал, чем дело кончится. Ни одного высказывания от власти Украины, от Кравчука, 19-го, 20-го августа не было. Более того, я тебе скажу, интеллигенция, так называемая, националистическая интеллигенция Украины в эти дни писала покаянные письма, опасаясь, что будет в части ГКЧП. Я тоже занимался этим вопросом, историю Украины. Тогда позиция была властью очень простой. Это не наше дело, дело России. Мы объявили свой суверенитет, пусть они в Москве рубятся с этим ГКЧП, делают, что хотят. Мы независимая республика, все. Вот это была позиция Украины в этот момент. И, кстати, не только Украины. Да это 22-е число, когда уже все прекратилось. Тогда они объявили суверенитет. Тогда они объявили суверенитет. А когда сам ГКЧП был, Украина молчала. Мне кажется, это большая вульгаризация, свести процесс распада большой, огромной экономики, военной силы огромной, большой страны, обладающей огромной идеологией, многодесятилетней идеологией к трем подписям в Беловежской пущей людей, которые, по твоему собственному мнению, в общем, не очень понимали, зачем туда ехали. Ну как, они не понимали, зачем туда ехали, потом выпили, решили, вот подпишем, и страны нет, подписали, и страны нет. Не надо передергивать. Я утверждаю, что Борис Николаевич Ельцин точно понимал, зачем туда он ехал. Может быть, он понимал. Борис Николаевич Ельцин ехал туда совершить, совершить де-факто государственный переворот. Ровно и он был совершен. Потому что союзные власти этим актом объявлялись недееспособными. Государственный переворот в Российской Федерации. Нет, 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 эти трое, которые подписи... Он был президентом Российской Федерации. Вот смотри, Ельцин понимал, что делал, а эти двое подписали. Но эти три подписи де-факто совершили государственный переворот и рост Советского Союза. Но имелось право у республик выйти из состава СССР? Имелось. Они воспользовались государственным правом. Процедуры, кстати, такой не было. Почему это называется государственный переворот? Кстати, между прочим, можно спросить действующие парламенты Белоруссии, Российской Федерации и Украины на тот момент? Было ли обсуждение в парламентах этих республик вопроса выхода из Советского Союза и его распуска? На основании каких полномочий действовали эти товарищи? Ельцин, Шушкевич и Кравчук? Можно спросить, где демократия, Николай Васильевич? Я не знаю на основании каких полномочий, но я не видел, например, ни на Украине, ни в России протестов против этого. Никто, народ не встал и сказал, Ельцина мы снимаем, народ, кстати, пошел за ними. И Советский Союз мирно распался, кстати говоря, что тоже отдельный вопрос, почему он мирно распался. Вот, Николай Васильевич, вот если бы всегда... Вот эти три человека, что ж такое? Три человека сели и развалили страну. Николай Васильевич, вот если бы вы всегда были таким демократом, и в Америке бы сказали, народ Крыма ушел в Россию, это не Путин виноват, это выбор народа. Давайте вы выйдете, придете в Конгресс Соединенных Штатов и скажете, конгрессмены, санкции несправедливы, народ-то в Россию хотят. Вы просто не в курсе, а именно это я тогда и сказал. И сказал, что здесь в Конгрессе... Тогда в Конгрессе? Ну, сам факт, я всегда считал, что Крым должен быть российским. Ничего я с этим поделать не могу, я это сделал публично в марте 2014 года. С чем я вас и поздравляю, а у нас реклама, и потом обсудим с гостями это все. Это «Красный проект» на канале ТВ-Центр. Мы продолжаем обсуждение темы распада Советского Союза. Мы можем бесконечно спорить, у нас есть профессиональные эксперты, среди них немало историков. Я хочу начать с академика Пивоварова. Юра, вот как ты поставишь весь этот процесс в какие-то исторические рамки, вот с точки зрения истории? Был это одноразовый акт? Были какие-то, так сказать, тенденции, которые вели к этому? Как историки сегодня оценивают вообще весь процесс распада Советского Союза? Закончился, кстати, этот процесс или нет? Ну, я не могу сказать за всех историков, я только о себе могу говорить. Ну, историческая наука, скажем так. Здесь вот Дмитрий упомянул слово «неизбежный был распад». Мне кажется, исторические процессы не имеют характера неизбежности. Очень многое зависит от воли человека, поскольку человек свободное существо. Меня вот что настораживает, когда я думаю о распаде 1991 года. Это же не первый распад, а в 2017 году. То есть дважды в одном столетии моя страна, наша страна распалась. Я не жил в 2017 году, но в 1990 году я жил и был взрослый человек. И я не могу вспомнить каких-то абсолютных неизбежностей, которые абсолютно предрекали гибель большой стране. Но и в 2017 году, насколько мне известно, ничего трагического не было. И война была относительно удачной, и народ не голодал, и, в общем, не за горами была победа. Но в феврале, в марте, видимо, произошел какой-то роковой случай, когда все элиты, и царская, и буржуазия, и генералы, они как будто с ума сошли. Может быть, что-то подобное, я могу лишь предполагать. Но, в самом случае, путь, безусловно, повлиял на распад. Вне всякого сомнения. Опять же, Дмитрий сказал, что вспомним Ленина и Сталина. А я вспомню Ленина и Сталина. Помните спор Ленина и Сталина в 1922 году? Автономистский проект создания Советского Союза или союзный? И прошел Ленинский, где республики имели право на выход. И хотя, действительно, процедура не была прописана, но сам факт, он был. Тогда, видимо, большевики думали о том, что никакого выхода не будет, ведь весь мир будет советским. Куда он унул, что ли, выходить? Сталин, вам известна моя любовь к нему, был, видимо, более прагматичный человек и говорил об автономическом плане, когда нет вот этого права сецессии, права на выход. В нынешней Конституции тоже нет. Кстати, это была вообще уникальная Конституция. В названии страны не было исторического названия Россия и не было очерчения, на какой территории находится государство. Это сразу привело к дипломатическим скандалам. Но это лишь была возможность. Кстати, это урок на то, что нельзя записывать в Конституции то, что мы думаем, никогда работать не будет, но будет работать, так сказать, на пропаганду, а потом, через там, вдруг 50 лет, это может сработать. Это действительно урок. Что я вам еще должен сказать? Есть такая книга, в 1927 году ее написал Георгий Владимирович Вернадский, евразийца известный, который потом встал Джордж Вернадский в Штатах, да? Начертание русской истории. Это такая вот концепция евразийцев, как евразийцы понимали историю. И он пишет, Вернадский, он писал это в 1926, 1925, 1927 году, что посмотрите, на этой территории, которую они назвали Евразией, ну то есть примерно от западной границы Беларуси сегодняшних до Тихого океана, идет такая пульсация, создается мощная империя военная, с какой-то очень такой мощной идеологией, раньше религиозной. Потом распадается на несколько государств. Потом снова создается, потом распадается. И Вернадский говорит, сейчас мы видим, как распалось и собралось. Ну думаю, что через несколько десятилетий опять произойдет пульсация, и он начинает доказывать. Я не очень верю в такие, ну что ли, природные циклы, но это же ведь правильное наблюдение. По существу-то так на нашей вот этой евразийском пространстве огромном, да, происходят вот такие вот вещи. Но есть еще одно. Дело в том, что в республиках советских, безусловно, с хрущевские и брежневские времена вырос такой этнический национализм. Он, кстати, и в России появился, вот все наши почвенники, деревенщики и так далее. И там было много прекрасного. Ну было и что-то другое. И разумеется, что это тоже как бы готовило к тому, что этот распад может произойти. Но я не говорю про балтийские страны, там все ясно, они никогда в душе не признавали, может быть, еще и Грузия. Но, тем не менее, вот этот вот этнический национализм, он точно как бы играл свою роль. Но я думаю, что было еще несколько вещей, которые привели к распаду Советского Союза. Вот тут было сказано о том, что... Шестая статья, да, безусловно, конечно. Я вообще, когда помню первые статьи Цыпко, когда он в науке и жизнь полез на Маркса и Ленина, я понял, что это конец. Потому что выдергивается самое главное, раз это допускают. Но было еще одно решение, принято на последнем съезде КПСС в 28-м. Отказались от принципа номенклатурного, номенклатуры. То есть отбор, фильтрация элит. И понеслось. То же самое было, когда табель о рангах перестала действовать в начале 20-го века. И Петр начал свою революцию, поскольку это была революция, когда отменили местничество, способ организации элит. То есть начался хаос, борьба. Ну там очень много всего. Лично для меня это, безусловно, катастрофа. Это боль, поскольку... Но все-таки большевики сделали главное дело. Хотя потеряли империю, но они создали советского человека. Особый тип человека, вот то, что Брежнев говорил, советский народ, новая историческая общность. Да, вот я советский человек. Абсолютно нравится мне это, не нравится, но я советский человек. И этот человек по-прежнему господствует на просторах Евразии, часто не живя даже в рамках Российской Федерации. Интересно. Но я-то говорил о неизбежности не как о том, что есть некие абсолютные неизбежности. Я понимаю, я просто схватился за вас. Я просто говорю, что всегда есть некоторые точки, после которых коридор возможностей сужается. Да, конечно. Очень резко, да. Поэтому вот я точно понимаю, что когда Горбачев отменял шестую статью и фактически ликвидировал номенклатуру этим и всем остальным, понимаете, когда вы говорите этнический национализм, он точно был. Но пока он был внутри общности советского народа и внутри единственной номенклатуры, ничего опасного в нем не было. Но он имел и централизмные тенденции. Когда ты убираешь структурную решетку, да, на которой... Он начинает заменять это все. Он начинает все это заменять. Карен Георгиевич, а с вашей точки зрения, когда наступила вот эта вот точка, после которой было уже поздно? Ну, вы знаете, мне кажется, что все великие такие события, или почти все, они, пока они не наступили, они кажутся невероятными. Как только они случились, то все вдруг понимают, что они неизбежны, очевидны, и никак их невозможно было никаким образом избежать, да. Вот мне кажется, с Советским Союзом это, конечно, великое событие, распад СССР, которое... Правильно, оно еще не остановилось, оно будет продолжаться. И как у всякого такого гигантского масштаба событий, тут миллион причин, о которых вы все говорили, и без конца об этом говорят, но как-то вот хочется вот мне, во всяком случае, я вот так себе представляю, как все равно какая-то есть суть, какая-то есть глубинная вообще причина, почему это произошло, и, по-моему, все-таки я склоняюсь к мысли, что это было неизбежно. И как это, может, не странно, а может, не странно, в силу того, что я человек советский, воспитывался в идеологии марксизма-ленинизма, и, в принципе, ничего, в общем-то, более ясного и понятного для меня, как применить сюда вот эту знаменитую формулу Маркса о взаимоотношении производительных сил, производительных отношений никак не получается. Понимаете, производительные силы не соответствовали производственным отношениям. Значит, для всех, кто здесь присутствует, это понятно, но для выпускников ЕГЭ поясню очень грубо. Производительные силы – это технология, строго говоря, это производство. А производственные отношения – это те отношения, в которые вступают люди, управляя этим производством. Строго говоря, если используешь мотыгу, для этого может быть использован раб или безграмотный батрак, а если у тебя трактор с цифровым управлением, то это уже другой человек, это образованный человек, и, соответственно, это другая формация. Вот, собственно, такая вот, извините за примитивность, но я думаю, что я правильно сформулировал. Вы согласитесь со мной, что, по сути, это так. Вот, на мой взгляд, это действительно уже не соответствовало, то есть вот та командно-административная система, которая была в Советском Союзе, она не соответствовала тому развитию уже технологий, производительных сил, которые появились в Советском Союзе. И в этом была основная причина. И, как всегда бывает, черт скрыт в деталях, да, у каждого свой личный опыт. Я вот хорошо помню, я молодой режиссер приехал, по-моему, это был Ярославль, с картины, по-моему, «Изжаза», я приехал, и как, ну, тогда уважали режиссеров, и молодых в том числе, и меня почему-то повели на завод. Какая картина? Меня почему-то повели на какой-то, показывать какой-то завод. И завод этот был не только кондиционеров, но что-то такое техническое. Вот мне показали завод, а потом мне главный инженер, и меня это совершенно поразило. Он мне сказал, вы знаете, вот мы из этих ворот продукцию вывозим, и потом он меня провел на задний двор, а сюда обратно завозим. То есть из всей их продукции потреблялось 80-90 изделий. Все остальное не потреблялось и складывалось на заднем же дворе. Понимаете? Вот эти детали, как говорится, невозможно, уже страна не могла существовать, когда в политбюро назначали директора колдоза в Алтайском крае. Зато там потом круче, потом директоров стали выбирать. Это другой вопрос. Я имею в виду, было очевидно, что и это в то время, кстати, все понимали. Все понимали. Поэтому на самом деле, когда сейчас спросите, я закончу. Когда сейчас говорят, что вот Михаил Сергей, Горбачев, там это. Ну, я-то современник. Я хорошо помню, когда Горбачев пришел, так сказать, и первую свою речь произнес, из которой почувствовали, что нужны изменения. Нужно что-то срочно менять. Но вся страна его поддерживала, в том числе и самые ортодоксальные, как говорится, сторонники системы. И мне кажется, вот это основная суть проблемы. Но дело все в том, что когда перешли к рыночной модели, выяснилось, что эта рыночная модель не подразумевает, так сказать, власть Компартии. Она невозможна, она не соединяется. А как же китайцы смогли-то? Сейчас я тебе объясню, как китайцы смогли. Последнее, что я скажу. Вытащили Компартию, и все рухнуло. Потому что выяснилось, что, оказывается, все-таки национальный момент был очень сильный. В стране было многонационально. И в этом разница. В этом разница между Китаем и... У Китая получается, пока, кстати, потому что еще неизвестен результат. Пока получается, потому что китайцы мононациональная страна. В Китае 95% населения... Ну, это не совсем так, Карен. Это так, Дима, это так. Это тоже империя. Слушай, это империя, но состоящая 95% населения. Я согласен с Кареной, на самом деле. Это китайцы. Поэтому у них... И опять я говорю, это пока получается. Мы еще не знаем... Полученный... Не, ну это только в Америке считают, что история закончилась. Мы так не считаем. В Америке не закончилась. И более того... Что ты все упрощаешь-то так? Как тебя учили? Более того, я думаю, что у китайской Компартии очень серьезные вызовы стоят. Как они в дальнейшем будут сочетать рыночную экономику с этой жесткой политической системой. Америку, которую ты высказал по поводу вот этнических и национальных проблем, которые не были видны. Вот в свое время, когда сейчас открываются архивы, мы узнали, что, оказывается, у Андропова был план ликвидации союзных границ. Он хотел создать, вернуться к плану Сталина, условно говоря, и попытаться уйти от границ внутри Советского Союза, границ республик. Потому что понимали они, что если союз распадется, то распадется по этим границам. Так оно и произошло. Помогло бы это? Вот кто из вас готов ответить на этот вопрос? Давай, Андрес. Ну, Николай, извини, про этот вопрос не могу сказать ничего. Мне кажется, все равно это не помогло бы, потому что должно пройти время, чтобы эти границы опробовать и так далее. Мне кажется, ничего не помогло. Он не прошел бы. Не зря он лежит в архивах. Это не самый страшный документ, который лежит недоступный. Но если вы спрашиваете меня, вот я сейчас стою и думаю, я хотел сказать, конечно, национальные освободительные движения развалили Советский Союз. Потом мне вспомнилось, и хочется выдвинуть другой тезис, что, дорогие мои коллеги, уважаемые профессора, академики, мне кажется, без войны невозможны ни одни измены ни в одной стране. Вспомните войну 1905 года России с Японией и потом революцию 1905 года. Вспомните Первую мировую войну после Первой мировой войны революции. Сперва красный проект начала, потом возникновение независимых государств Польши и так далее. И я хочу сказать, во Второй мировой войне, перед войной, опять страны Балтии теряют независимость и так далее. Почему не было сопротивления? Потому что цена жизни была высока. И потом, после войны, опять весь социалистический блок образовывается. Советский Союз завоевывает это право. Ведь рухнул не только Советский Союз. Рухнула социалистическая система, блок рухнул. Полмира рухнуло в Европе. Вот. И теперь я хочу спросить, а не ли Афганистан служил этим спусковым крючком, где началось тотальное понижение человеческой ценности, и начали возвращаться люди, а палённые войной стали возвращаться гробы. Я помню, я как корреспондент снимал эти движения. Первый, ведь человек теоретически не способен пойти на смерть. Я помню эти, когда стояли матеря у военкоматов. Адрес, у меня один вопрос. Можно его, кстати, отдадим своих детей? К Николаю можно отправить. Знаете, Советский Союз потерял 15 тысяч жизней в Афганистане. Соединённые Штаты за афганскую и иранскую операцию потеряли 12 тысяч жизней. Почему Штаты не развалились из-за 12 тысяч жизней? Я вам скажу, почему не развалились. Он сейчас спусковой крючок, а главная причина. Он говорит, что стал... Так у вас уже спусковой крючок сработал? Нет, ну есть остальные причины. Тогда вы сейчас развалитесь, если следовать его логике. Есть остальные причины, которые... Ведь эта война шла, сколько лет афганская война... А сколько длится операция в Афганистане, это абсолютно несравнимая вещь. Несравнимая. После Второй мировой войны не было с жертвами такой... Адрес, вообще-то от вас в Прибалтику, Ельцин просто вышел и сказал, «Счастливого пути при Балтике». Вот это самый неправильный... Счастливого пути сказал вам Ельцин. Самый вредный тезис, который я опровергну абсолютно раз и два. Значит, были события в Вильнюсе, где погибли 14 человек, 110 человек ранены. Мой коллега Юрий Споднякс это снимал, Александр Демченко. Я сидел в рижском телевидении, выдавал материал. Вот, может быть, благодаря нам троим и остановилась. Помните кадры у Вильнюсской башни, когда прикладом бьют человек? Так вот это моего коллегу Сашу Демченко избивает. А танк в это время переезжает через Жигули. Вот. И потом были события в Риге. И если бы не было бы января 91-го года с баррикадами, с готовностью безоружных людей противостоять оружным людям советской техники, невозможен был бы и август, и путь 91-го года в Москве. Вот я как свидетель всех этих событий утверждаю это. Понятно. И вы не погибли руки. Я понимаю, что Прибалтика получила независимость благодаря вам и двум вашим коллегам. Это мощный тезис, но мы всё-таки сейчас прервёмся на рекламу. Никто нам ничего не должен. Давай сделаем перерыв, да. Это красный проект на канале ТВ-центр. Мы обсуждаем, наверное, самый драматический момент в жизни всех нас. Это распад Советского Союза. Я вижу, Дим, тебя не терпится. Да, я как раз хотел, где кого обратиться. Андрис предлагает протестировать вопрос. Да, я хотел сказать, что ваш тезис о том, что любой стране независимость может кто-то подарить, давайте спросим у евреев, как им подарили Израиль в 49-м году. Неужели это был подарок, этот торт им преподнесли, и они ничего в это дело, ничего не вложили? Они-то вкладывали. Вкладывали, а Балтика, я не знаю, что вкладывали. Курды разве 40 лет не воюют за свою страну? Они не заслужили свою независимость. А Каталония и так далее. Мне кажется, что мы должны извлечь урок из распада Советского Союза, чтобы не допустить такие ситуации, как сейчас происходит в Украине. Вот, мне кажется, главное... Андрис, ну Балтика никогда не сражалась. То есть, я предлагаю, если следовать вашей логике, то, в принципе, Украина должна Донбасс отпустить и Крыму подарить цветочки, когда он ушел. Это надо спросить у Украины. Ну, в принципе, ведь так же, правильно? Логика такая же. Ну, логика такая же. Человек выше, человек важнее всех этих политических конструкций. Конечно, ценность человеческой жизни, все остальное прикладное. Как вот удобно, пусть так и делают свою жизнь, строят. Я хочу Якову дать слово, все-таки мы обещали, что мы дадим слово, тем более тут был референс к Израилю. Кстати, про ценность жизни я на Украине не заметил. В тот момент, когда начали убивать на Донбассе самолетов, я этого не заметил. Ну, я не возражаю против того, чтобы передать слово Якову. Если вы такие добрые, вы дадите независимость Латгалам? Кому? Латгалам. Автономия обязательно. Я сказал независимость. Они просят? Я говорю, если они попросят, вы дадите? Нет, а если попросят, сделаем референ, мы решим этот вопрос обязательно. Вы Латгалец. Вы Латгалец или вы? Вы уже русским гражданство дали. Хотя обещали очень сильно. Дадим гражданство. Дадим. То есть 30 лет, это мало. Я понял, да. Русские тоже не переезжают почему-то в Россию, хотя есть возможность переезда. Нет, вопрос в том, почему у них 200 тысяч до сих пор без гражданства. Да, почему они не уехали сюда, на их родину исторически. Почему им выгоднее, потому что Россия дала им без виз. И им выгодно в Европу ехать без визу и в Россию без визу. То есть это Россия не дает вам дать им латышское гражданство. Знаете что? Понятно. Если вы хотите... Ну все-таки я бы предоставил слово Якову Кенни. Вы когда палестинцам дадите автономию, после того, как мы латгальцам дадим, или до того? Вы покажете пример. У них уже есть автономия. У государства. А половину Иерусалима? Ага. Ну глупые разговоры, правильно. Вы хотите все вопросы сейчас решить, кроме того, которые мы обсуждаем? Это тоже способ. В отношении нашей независимости, сионистскому движению удалось воспользоваться чрезвычайным, необычным, противоречивым в течении обстоятельств, когда интересы Соединенных Штатов Советского Союза на полгода были одинаковы. Вытеснить Великобританию. И мы этим воспользовались. Если бы было раньше или позже, не было бы государства, несмотря на все наши усилия. А в отношении курдов, пока политическая ситуация в мире не позволит им, государства не будет. А в отношении того, о чем мы говорили, мы все-таки говорили о распаде Советского Союза. Все, кто говорят, задним умом все крепкие. В Советском Союзе было 280 миллионов человек, правильно? Все говорят о национальной проблеме. 80 миллионов были дети от смешанных браков. Советские. Не те, не другие советские. Плюс добавьте на это славянское население, русских, украинцев и белорусов, никогда бы эта страна национальной почве не развалилась. В каждой стране, секунду, она бы не развалилась только по национальной проблеме. Я еще раз говорю, основная масса это славянская, русские, украинцы, белорусы и 80 миллионов смешанных браков. Все остальное было бы недостаточно в любых условиях демократии, чтобы развалить эту страну. Но это верно хотя бы потому, что три славянские республики подписали документ, которым они союз распускали. Хотя бы поэтому верно то, что... Без славян страны не было, получается. Советский Союз... А Назарбаев был против. Под властью Горбачева. То есть, к тому моменту у Горбачева не было власти. Службы безопасности не было, КГБ разогнали. Политической власти не было, Компартии не было. Административной власти не было, потому что он не умел управлять. То есть, государство было номинально и был номинальный президент. В Беловежской пуще два человека знали, что они делают. Один принял, а один знал. Знал Бурбулис. Это был план Бурбулиса. Убрать Горбачева как президента СССР, развалив СССР и привезти Ельцина. Если бы у Горбачева было немножко совести или немножко ума, если бы он дал власть Ельцину, у Ельцина бы Советский Союз не распался. Никогда. Потому что у этого демократа хватило воли из танков расстреливать свой парламент. И весь мир ему аплодировал. Весь мир ему аплодировал, и все это приняли. Все демократы это приняли. Когда из танков расстреливают парламент. Здание, здание. И все. Не людей, а здание. Не здание, а парламент. Там было выстрел холостыми по верхним этажам, где нет людей. Не холостыми, а боевыми снарядами. Да, чтобы выгнать оттуда. Там были боевые снаряды. Это был символический выстрел. Не символические, а боевые снаряды. Да, все, что происходило у вас вокруг телебашни, было чистой постановкой комедийной. Но ведь не погиб там никто. Вы так хотя бы... Погибли в перестрелке. Вы хотите такой красавчик. Говори о том, что Ельцин был... То есть распад Советского Союза. Он не был предрешен. Это был тактический ход. В той же ситуации, которая похожа на 17-й год. Безвластия. Полуанархия. Государь-император. Хотя обидно называть Горбачева этим. Сидит, ничего не знает, ничего не делает, не способный. Что он сделал, когда подписал указ о распусте Советского Союза, выпил коньяк и пошел спать? Это руководитель государства. Это Ельцин сделал. Это сделал Горбачев, когда подписал... Ему Ельцин принес. Теперь... Ну, бурбурец, короче, я понял. Распад Советского Союза произошел именно по этому акту. Когда Ельцин пришел к Горбачеву и сказал, мы едем в Виловерскую пущу. А тому было все равно, у него голова была в другом. Он говорит, зачем? Да мы там посидим. Ну, езжайте. У него ни одна извилина в голове не пошевелилась. А что значит, едут руководители трех республик туда? Что, они охотятся ехать? То есть, это был чисто прагматичный шаг партийных бюрократов, чтобы привести Ельцина к власти. Что будет страной наплевать. Так же, как Ельцину было наплевать, когда он пришел к власти. Его интересовало только что он у власти. И так это было у остальных. Кравчук подписал это, потому что он понял, что все развалилось. То же самое он бы, первый бы говорил за Советский Союз, если бы не развалилось. Так же, как и Назарбаев, так же, как и все остальные. Те процессы и кризисы, которые были, те проблемы и кризисы. Не встал и сказал, я за ГКЧП, за сохранение Союза, давайте все сохраним. ГКЧП, 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 никто тут не бросился. ГКЧП не знало, что они делали. Они не брали. Это была трагикомедия, они не брали власть. Это вы говорите, они были за Союз. Они не брали власть, они не знали, что делать. А кто знал? Неважно. А что Барбулис, я понял. Барбулис знал, и он сделал. Да это был явный проект, сбросить все республики и нефтяной ренты нам хватит, чтобы жирно жить. Это Бурбулис прямым текстом говорил. Все думали, что после всего все вернется в новом образовании, которое они назвали, а под властью уже Ельцина. Не получилось. Не получилось. Но это было случайное стечение обстоятельств. У нас есть. Вот, да, Вадим, сейчас я задам вопрос, но, насколько я знаю подробности, решающим моментом для Кравчука было то, что Ельцин позвонил Бушу и фактически согласовал и получил одобрение на это подписание. Потому что невероятно... Они позвонили подписав, прочитай хотя бы документы в конце концов. Они позвонили подписав, позвонили сначала Бушу, а потом позвонили Горбачеву и Кравчук сказал Горбачеву, что у Ельцина разговор с Бушей уже состоялся. Они правильно сделали, потому что они знали, что Горбачев будет слушать то, что ему скажет Буш. Правильно, так я об этом и говорю. Так что Украина по этому поводу думает? То есть Кравчук подписал, после того, как вы сказали, Буш согласен? Нет, Коля, Кравчук подписал, звонок Бушу состоялся, Ельцина. А после этого Кравчук объяснил Горбачеву, что он не может пойти против референдума, да и Буш уже согласился. Как Раиса Максимовна, пожалуйста. Все было облачен порядок. Да, я все-таки, знаете, не сторонник того, чтобы делать виновным какие-то исторические фигуры. Потому что за этим стоят и процессы истории. Да, не все тенденции случаются, не все события, которые заложены в историческом процессе, случаются или решаются. Но давайте вот о Бурбулесе и Ельцине. Ведь в чем там идея была? Возвращение русскому народу, России суверенитета. Это национальная идея, между прочим. Абсолютно верно. И вся вот эта история, она начиналась уже непосредственно, когда начинался распад Советского Союза, под флагом «хватит кормить друг друга». Так? И в России было, что мы кормим всех остальных, в Украине и прочее, прочее. Это говорит о чем? Что идея нации в разных вариантах, этническом, государственном, административном, политическом, победила класс. Класс, как идею, социальный класс, на чем был основан Советский Союз, как идеологическая доктрина. Потому что это была идея классовой пролетарской солидарности. Советский Союз, это же не только страна, это не только государство, это проект, это идеология, это доктрина, это геокультура. И, кстати говоря, вот эти все разные измерения, они распадались в разные исторические сроки. Я буквально к этому, вот после короткой ремарочки. Вот Яков говорил о том, как совпали интересы Советского Союза и США, и тогда Израиль возник. А я скажу, как в Украине в 1991 году, на волне КЧП, совпали интересы коммунистов и националистов. Они же и коммунисты, и националисты, Верховной Раде Украины, разгласили национальный суверитет и декларацию независимости приняли. По разным причинам. Коммунисты боялись, что демократическая либеральная зараза, а они видят, как сносят памятник Дзержинскому, перейдет в Украину. А националисты, нет, это наши как раз распадсоединения. Они уже были той заразой, которая там была. Да, и по разным поводам, по разным мотивам, но националисты и коммунисты проголосовали за украинскую независимость. А референдум 1 декабря, он уже как бы это подвел итоги. И когда Кравчук приехал, он говорит, все уже, как бы все дело сделано. Хотя Кравчук был секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии. Но, по поводу, смотрите, по поводу идеи как проекта. Советский Союз, как идея, начал распадаться после 20-го съезда, оттепели Солженицына и глобализации культуры. В 50-е годы еще социолог Рисман, американский, написал книгу, как развалить Советский Союз. Надо сбросить с парашюта 50 мешков нейлоновых рубашек. Да, потому что вот джинсы, массовая культура, рок-культура, она начала разъедать вот эту идею. Скажите мне, к 80-м годам кто-нибудь верил уже в идею коммунизма? Нет. Дальше, кризис политико-экономической модели. И когда умирают, это пятилетка захоронений, власть как бы непонятно что, курс 8 долларов за нефть, баррель нефти, так, экономических, и тогда экономических нет условий, социальная модель начинает рушиться. И тогда стало ясно, что СССР это верхняя вольта с ракетами. Помните это было? И все. А 91-й год, вот эти все движения, сохранение Союза, Горбачев, Ельцин и так далее, это уже агенты в руках провидения, что ли, исторического. А дальше все вот эти вот случайности, они сделали то, что было сделано в 91-м году. Спасибо, Вадим. Мне очень кажется важным вот то, что вы сказали про националистов и коммунистов. Вот, потому что это у вас такая национальная игра. В 91-м году коммунисты вместе с националистами проголосовали, в 94-м их уже никого не перебирали. Дима, важен результат. Важен результат. То же самое, то же самое с ними сделали в 14-м году. Кстати, Симоненко проголосовал за назначение Турчинова и за отстранение Януковича. Через несколько дней коммунистическую партию у вас на Украине запретили. Интересно, что продать расходится в политике всегда. Ничего, ничего уничтится. Я хочу обратиться к профессору Барсенко. Вот смотри, какая прозвучала мысль. Коммунизм и Советский Союз – близнецы-братья. Одно без другого существовать не могло. Рухнул Советский Союз, исчез коммунизм. Рухнул коммунизм, исчез Советский Союз. Это что, была такая модель две страны одной медали? И без идеологии Советский Союз не мог существовать, а без Советского Союза весь мировой коммунизм рухнул. Ну, я вообще с такой постановкой вопроса не согласен, потому что, собственно, коммунизм как идеология существовал сам по себе, а советская реальность сама по себе. Фанатиков коммунистов не было в КПСС к началу 80-х годов, я считаю, никого. И не случайно два наших ведущих антикоммуниста в СССР и в России, они были связаны с партийными структурами, с научным коммунизмом. Первый, господин Яковлев, главный антисоветчик, это мозги Горбачёва, между прочим. И второй человек, Геннадий Бурбулес, который здесь уже был озвучен, преподаватель научного коммунизма, господа. Это очень характерно. О каких коммунистах убеждённых вы говорите? Николай Васильевич, ты мне друг, но истинно дороже. Я хочу начать вот с этих философских рассуждений о том, что СССР нельзя было реформировать. Можно. Почему? Это было связано с особенностями нашей политической системы, в которой огромная роль, едва ли не ведущей, играла первое лицо. Такая система в политологии называется моноархическая. Один центр власти. Не монархия, а моноархия. Вот Андропов, я сейчас поминал сегодня, не очень хорошо, а надо бы получше. Почему? Потому что фактически, во-первых, Горбачёв сначала его линию проводил, а во-вторых, в его линии было рациональное зерно. Что хотел Андропов? Значит, ты стал его ругать за наведение дисциплины. Но в государстве падение дисциплины было безумное, и ведь не только по баням ходили, но заставляли ещё и законы, постановления выполнять. Вот это было важнее. Второе, тот же самый Андропов тихо, спокойно, без рекламы, он начинал экономическое стимулирование, зондировать. Ведь при нём же начали обсуждать вопрос совместных предприятий, реанимации частной собственности, об этом надо забывать. То есть он понимал, что надо делать, и что в какой направлении жить. То есть он поставил цель поднять на 1% производительность труда и не выполнил. На 1% глава КГБ, генеральный советский КПСС, специальный Верховный Совет, пытается на 1% поднять производительность труда в стране, и ничего не получается. Какая реформа? О чём ты говоришь? Ольга, какой руководитель может поднять 1% экономики за год? Никакой. Он может лишь попробовать курс подкорректировать. И я хочу вернуться к другой теме, которую ты тоже поднимал. У Андропова было серьёзное намерение изменить ненормальную систему Советской Федерации. И действительно, он бы это сделал. И я хочу обратить внимание, коллег, что никто бы в республиках не мяукнул, если бы это делалось в рамках партийной дисциплины. Тогда был шанс действительно реформировать Советский Союз мирно, спокойно, и не было бы никаких проблем перестройки. Кстати, российские республики тоже должны были исчезнуть? Конечно. Автономные. Конечно. В чём базовая проблема связана с распадом СССР, и что нужно на самом деле серьёзно обсуждать? Меня лично удивляло всегда, и до сих пор я волнуюсь по этому поводу, дремучесть Михаил Сергеевич и его соратников, по поводу непонимания и теснейшей связи между асимметричной, нелогичной Советской Федерацией и жёсткой партийной структурой, которая была. Человек, который начал бить КПСС, не думая ни о чём, он называл КПСС... Механизмом торможения. Нет, он называл её бешеной собакой. Читайте Черняева. Бешеной собакой. То есть они с Яковлевым мочили бешеную собаку, и тем самым... Это публично был механизм торможения, а в кулуарах бешеная собака. Да, совершенно верно. То есть они били партию, били тех людей, которые уже не были убеждёнными коммунистами, но были единственными реальными управленцами, и тем самым они гробили КПСС. И Дмитрий, гробили союз. И Дмитрий, я ещё хочу очень маленькое, но очень важное заявление сделать, и больше не буду выступать. Нет, ещё все будут выступать, поэтому... Но я предлагаю сейчас прерваться на рекламу, сразу после неё вы продолжите, и ещё каждый будет иметь возможность высказаться. И надеюсь, мы с Озлобиным тоже. Реклама. Это «Красный проект» на канале КВ-Центр. Мы продолжаем обсуждение темы «Распад Советского Союза». Александр, продолжите. Я хочу привлечь внимание к тому, что непонимание существа национального вопроса в нашей стране, оно свидетельствовало о том, что Горбачёв, хоть и называл себя демократом, он по своим позициям оставался на ленинских и сталинских позициях. В чём здесь было главное? Он отказывался признать российский фактор, фактор России и русских. Очень важно. Он поощрял изыски демократические в Прибалтике, которые рассматривали как передовую периферию. Он допускал возрождение в разных других местах, но на России он ставил крест. Он не давал эту тему обсуждать. И это постепенно в России людей бесило. В этом была основа российского движения за суверенитет. И сейчас самое главное открытие, которое связано с темой нашей самой передачи. Судьба СССР была предопределена не в 1991 году. Там уже шла инерция. Она была предопределена весной 1990 года. Я чуть-чуть разовью идею Дмитрия, которую вы здесь ставили. Весной 1990 года были выборы в Верховный Совет Российской Федерации. И тогда, в это время, решался вопрос, кто будет лидером этой самой большой крупной республики. Ясно было, что от его позиции будет зависеть судьба Советского Союза в целом. Потому что если он пойдёт по пути наших дорогих прибалтийских друзей, было ясно, чем это закончится, и этим закончилось. Но если бы это был лояльный центру лидер, то никто бы, даже в Прибалтике, и не мечтал бы ни в 90-м, ни в 91-м году о полной незалежности. Поэтому Горбачёв, отказавшись бороться за первую позицию в России, он фактически слил Союз. После этого времени вопрос о распаде, он уже был вопросом, извините, не автоматическим. Лояльного президента России не остановило бы движение националистическое в России. Коль национализм и в движении национализма в России. Ребята, сколько уже мысль понятна. Ну, господа, для меня, ну, совершенно, я не понимаю, но верить действительно в то, что вот если Горбачёв-то в этом случае сделал то-то, Ельцин сделал то-то, Николай Второй сделал так бы, и в результате революции бы не было, так сказать, 91-го года, ну, на мой взгляд, это совершенно наивно. Если это так, то вот ушёл Горбачёв и Ельцин. Почему Советский Союз-то не восстанавливается? Ну, почему он не восстанавливается опять? По идее, говоришь, он должен тогда восстанавливаться. Более того, если вы сегодня скажете, давайте восстановим Советский Союз, да во всех республиках, да и включая Россию в первую очередь. Россия будет против. Все будут против. И поэтому сегодняшнее, я считаю, там Путин правильно делает. Это новый этап. Он пытается создать Евразийский Союз из независимых государств. Это правильное движение. Это то движение, которое логично для современных реалий. И логично, кстати, опять для производительных сил. Ну, надо, если мы все учились, вообще Маркс не такой идиот был, как его пытаются сейчас сделать. Всё правильно, он очень много верных вещей говорил. Понимаете, я с огромным уважением отношусь к Советскому проекту. Более того, я считаю, Советский проект был необходим. Он выполнил свою миссию, выполнил жёстко. Но он именно так выполнил, как надо было сделать. Он сделал модернизацию страны. Быструю модернизацию. Он выиграл войну. И, кстати, Андрес, вы говорите, жертвы. Слушайте, мы в Ленинграде осаждённом, люди умирали, но никто революцию не делал, потому что другая ситуация была. Так же, как Вадиму возражу, там джинсы, если бы бросали над Сталинградским полем, я уверяю, это бы не помогло. Ничего, это была совсем другая ситуация. Тогда это было логично, тогда это было необходимо, и тогда система эта соответствовала тем задачам, которые делала страна. Да, жёстко делала. Но эта система, она могла существовать только в период... Во-первых, для неё должна была быть жёсткая централизованная власть, и должен был быть такой человек, как Сталин ещё. Понимаете? Без такого персонажа тоже... Поэтому я, если я... Я закончу, я последнюю мысль закончу. Поэтому на самом деле, если уж так говорить, Советский Союз начал умирать в 1953 году. Вот когда, как говорится, началось его уход. Потому что нужна, опять я повторяю, нужна была совершенно другая модель развития. И эта модель не предполагала вот этого уже образования. Эта модель как раз предполагала открытость, куда могли попасть джинсы. Понимаете? Действительно. Вот поэтому я и сказал, что начало распада Союза как проекта, идеи, она начинается действительно в 50-е, 60-е годы. Вот теперь Солженицын, ГУЛАГ. Так потеря репутации. Слушайте, Вадим, можно вопрос? Почему там каталонцам в Барселоне джинсов не хватает или колбасы? Ну каждый по своим причинам. Нет, ну серьезно. Вот чего не хватает каталонцам? Чем я знал? Подождите, я отвечу. Становы или колбасы? Дмитрий, я вам сказал, Советский Союз это и идея, и страна, и государство, и геокультурное пространство. Кстати говоря, как геокультурное, геополитическое пространство сейчас идет до распада Советского Союза. Как страна, как государство, Советский Союз распался в 91-м году, а как идея, доктрина, когда человек, раньше думая о родине, а потом о себе, вот эта доктрина, она еще в 50-е, 60-е годы распалась. И все, и Советский Союз рухнул. Почему надо было менять партию, почему надо было обменять 6-ю статью Конституции, почему Горбачев не захотел быть генсеком, а захотел быть президентом? Потому что он понимал, партийная, индуктринальная модель не работает уже. Да нет, просто Горбачев... Причем в Каталонии, в Каталонии там все хорошо. Я в конце дискуссии свою точку зрения скажу, почему Горбачев так делал. Юрий Сергеевич, вам слово, пожалуйста. Вы знаете, я вот всю жизнь думаю, почему произошла революция в 17-м году. И много очень читал, длинная жизнь, и я не знаю почему. Я только знаю, что это все рухнуло, как говорил Розанов, Русь слиняла в три дня, да, известные слова. Сразу все рухнуло. В первые дни марта все рухнуло. То же самое произошло и здесь. Я не знаю, почему рухнул Советский Союз. У меня не было ощущения в 90-м, в 91-м году, что это обречено обязательно. Я думал, что будет как-то меняться, и почему должно это рухнуть. Хочу сказать несколько слов в защиту Михаила Сергеевича Горбачева. Его можно в чем угодно обвинять, и его команду. Но они точно, и вся его команда были за сохранение Советского Союза. Это факт абсолютный. Они не хотели развала Советского Союза. Вот это исторический факт, и вот здесь Горбачеву приписывать, инкриминировать нельзя. Но я закончу тем, с чего я начал. Советский проект победил, он создал советского человека. Он живет сейчас в разных государствах. Но он живет. Он живет на Украине. Я год назад был в Армении, он живет в Армении. Я был год назад в Литве, он и в Литве живет во многом. Ну, молодежь, конечно, меняется, но и у нас меняется молодежь. Но задача главная выполнена. Видимо, задача советского проекта была не только, Калина Георгиевича, модернизацию. У царизма лучше получалась модернизация, потому что сейчас времени нет. Она была мягче и с большим результатом. Сейчас времени нет долго обсуждать. Но нового человека создали. Это самое главное. Не производственные отношения и производительные силы, а новый тип человека, которого история не знала. И он и является субъектом, в том числе и современной русской истории. Кстати, поддержу вашу точку зрения, потому что я точно так же езжу по бывшим республикам, от Киргизии до Белоруссии, и точно так же наблюдаю этот феномен. Это не только наше поколение или там старше. Очень интересно то, что происходит с молодежью, которые никогда не жили при Советском Союзе. Еще неизвестно, что будет через 5-10 лет с этой молодежью. И очень интересно, может, там советский человек воспроизвестись. Россия никогда больше российская молодежь не возьмет себе на шею их. Никогда. Россия выиграла капитальнейшим образом от распада. Коля, я знаю, что вам тоже джинсов не хватало в детстве. Это я знаю. Слушай, можно меня не перебивать, когда я тебя слушал только что-то внимательно. Так ты же меня тоже перебивал. Нет, ты закончил. Я повторяю, я тоже езжу по Советским Республикам, бывшим, много. Ни одна республика не выиграла от распада сыр больше, чем Россия. Они все обнищали. Россия единственная страна, которая обогатилась от этого. Я хочу дать слово Якову. Нет, я уже Андресу. А, извини. Яков. Потом Яков. Я хотел все-таки еще раз повторить, что страны Балтии прошли уникальный путь ненасильственного воссоздания своей независимости. Хотел бы это подчеркнуть. И хотел бы всех тех, которые стремятся к новой независимости, учиться на этом примере, на Балтийском пути и так далее. Причем, когда мы приняли свои декларации в начале 90-го года, в марте, о независимости, во всех странах у нас был переходный период. И только после путча в Москве рухнул этот проект, растянутый во времени. Да, вопрос о независимости внутри Нового Союза, это отдельный вопрос, который следует обсуждать. Давай Яков. Пожалуйста, Яков. Усиление России как основной политической силы было результатом только одного. Патологического стремления Ельцина остаться на политической арене и используя Россию как платформу убрать Горбачева и прийти к власти. И больше ничего. Все остальное было третье степенное. Это и распад Советского Союза. Это была борьба Ельцина за власть против Горбачева. Все остальное было как фон, но не было бы причины, этого было бы недостаточно. А в отношении Советского Союза две установки было у Буша в 92 году по поводу России и постсоветского пространства. Первое, добиваться как можно больше ядерного разоружения, чтобы как можно меньше оставалось в руках России и других республик ядерного оружия. Второе, ни в какой мере не допустить восстановления единого государства. И это было не только потому, что они этого не хотели. Это было потому, что они считали, что это возможно и будут попытки, и это может быть. И это была основная политическая цель Соединенных Штатов. Не допустить возрождения Советского Союза. Десять лет после Буша с этим выходила госпожа Клинтон и сказала, что главная ее цель противостоять деятельности Путина по возрождению СССР. Это точная цитата. Горбачев и Америка. Во всем вино, я хочу Саше дать последнее. Ну, я настаиваю на том, что СССР мог быть реформируемым, он мог сохраниться. И основная причина лежала не в факторах длительного исторического значения, а в факторе личностным. Тех было связано с теми людьми, которые тогда делали. И Михаил Сергеевич защищать не нужно. Это человек, который боялся применять легитимное насилие для сохранения своей страны. В этом, я считаю, его историческое преступление перед СССР. Я, на самом деле, два тезиса коротко скажу. Я считаю, что это был великий проект, который сыграл замечательную роль. Замечательную роль он сформировал в 20 век, так как мы его знаем. Проект, я согласен с Кареном, стал рушиться после смерти Сталина. И мог существовать только в тех условиях при железной руке. Его погубило, на мой взгляд, то, что началось развиваться после Сталина. Приоритет коллективной ответственности за все. Никто ни за что не отвечал. Все решения принимались коллективно. Никто ни за что не нес ответственность. Никто ничем не обладал. Всем было глубоко наплевать. Вот так же стало, как к собственности, такое же отношение к идеологии. Пусть кто-нибудь другой за меня встанет и защищает эту страну. Я лучше посижу дома. Так все и распалось. Ну, я думаю, что здесь удивительная вещь. Производственные силы и производственные отношения, и вообще макропроцессы исторические, безусловно, играли свою роль. С этим не поспоришь. Но мне ближе позиция Якова и Александра здесь. Мне кажется, что здесь решающую роль сыграл личностный фактор. Потому что, конечно, если бы Горбачев не выкинул Ельцина из политбюро, устроил там социализательный процесс, и вообще-то Ельцин мог стать даже не президентом СССР, он мог стать главой партии коммунистической. Тогда еще, в 86-87 году Ельцин мог стать главой партии, но ему не дал этого сделать Горбачев. В 91-м году Горбачев отменил КПСС и избрал сам себя президентом. Вместо того, чтобы объявить всенародные выборы президента, если ты демократ, и проиграть на этих выборах Ельцину, и все было бы в порядке с Советским Союзом. Никуда бы он не делся. В этом я согласен с той позицией, которую Александр и Яков здесь представили. К сожалению, здесь сыграла злую роль личность и ее специфические особенности. Это как объяснять революцию 1917 года и верить Ленина за брата. Вот Ленин боролся с Николаем II, Ельцин боролся с Горбачевым. Можно два слова, вот это очень важно. На мой взгляд, ошибка, и если говорите, так сказать, некомпетентность советского руководства заключалась не в том, что они могли спасти Советский Союз, а в том, что они могли предвидя уже распад, могли для России лучше выбрать варианты. Например, забрать Крейм, Донбасс, например, пробить коридор к Калининграду, и в то время Прибалтийские республики пошли бы на это. Между прочим, база, может быть, оставить в Риге, и ничего бы Рига не сделала в то время. Вот в чем была главная ошибка. Город Георгиевич, это была не ошибка. Такая борьба ставила бы под вопрос вопрос о власти. А власть была дороже Борису Николаевичу в частности. Сейчас реклама, после нее мы еще встретимся с телезрителями. Всем большое спасибо за эту очень интересную дискуссию. Это «Красный проект» на канале ТВ-Центр. Сегодня мы говорили о распаде Советского Союза. История, как известно, не знает сослагательного наклонения, но человеческая фантазия отказывается подчиняться этому правилу. Утром 8 декабря 1991 года по дороге в резиденцию Вискули машина президента РСФСР Бориса Ельцина неожиданно ломается. Так как до дачи остается всего пара километров, Ельцин, Кравчук и Шушкевич принимают решение пройтись пешком, отказываясь от сопровождения охраны. Оставшись наедине, трое глав республик сразу же начинают обсуждать детали предстоящего договора. Увлекшись спорами о судьбах государства, они сбиваются с дороги и теряются в Беловежской пуще. Однако, как потом выяснится, это была лишь официальная версия. Через несколько лет Шушкевич в своих мемуарах признается, что идея сообразить на троих исходила от Бориса Николаевича. Он же достал флягу с прозрачной жидкостью, по запаху и вкусу, напоминающую водку столичная. У самого Шушкевича совершенно случайно оказалась банка маринованных грибов. У Кравчука была вилка. Перекусив, сотоварищи вошли в лес. Дальнейшие события можно восстановить только по расплывчатым воспоминаниям участников. Вспоминает Леонид Кравчук. Цитата. Мы шли, казалось, несколько часов по сугробам в полной темноте. Иногда Ельцин останавливался и дирижировал стаи волков. Они вместе выли гимн СССР. Возможно, поэтому нас и не тронули. Вечером того же дня замерзшие, но веселые Ельцин, Кравчук и Шушкевич вышли на освещенную костром поляну. Вспоминает Борис Ельцин. Костер горит. Люди вокруг. Я сначала решил, что это 12 месяцев. Но их было 13. Значит, это был Дед Мазай и Зайцы. А потом они исчезли. Стоит отметить, что в мемуарах Шушкевича и Кравчука эпизод с Зайцами отсутствует. Однако все трое хорошо помнят встречу со своим проводником, спасшим жизнь Беловежской тройки. Им оказался местный крестьянин Сусанин Моисей Иванович. Вспоминает Станислав Шушкевич. Мы посмеялись, конечно, над таким совпадением. Спрашиваем, что, Моисей, 40 лет нас водить будешь? Нет, говорит, у нас ускорение. За 4 года управимся. Слухи о том, что Ельцин, Кравчук, Шушкевич где-то развлекаются, не оставили равнодушными других глав республик. Вскоре на поляне Беловежской пуще высаживается президентский десант. В одном месте собираются 9 республиканских лидеров. Вспоминает Нурсултан Назарбаев. Это было прекрасное время в лесу. Мы пекли картошку, пели у костра советские песни и думали, как мы могли все упустить. Потомки нам не простят предательства. И мы решили дать СССР второй шанс. Так в самой чаще Беловежской пуще рождается проект «И снова здравствуйте». Местные жители рассказывают, что они видели на снегу также следы президентов Литвы, Латвии и Эстонии, которые, видимо, наблюдали за компанией издалека, но не рискнули приблизиться. Пока Сусанин водил группу Ельцина по лесу, страна продолжала жить. Горбачев отдыхал в Форосе, предоставив гражданам полное самоуправление. Никто не собирался на митинги и марши. Экономика восстанавливалась, быт налаживался. Граждане ходили на работу и даже получали зарплату. А по вечерам смотрели «Лебединое озеро». К концу четвертого года самоуправления каждый гражданин СССР мог станцевать любую партию балета. Тем временем, после нескольких лет скитаний и аскезы, 12 политиков во главе с Сусаниным наконец-то вышли на дорогу к аэропорту Минска. Здесь они дали клятву верности делу СССР. Вспоминает Леонид Кравчук. «За четыре года мы многое переосмыслили. Мы поняли, ну развалим, а дальше что? Китайцы же смогли перестроиться и сохранить страну. А чем мы хуже? Спасибо Моисею Ивановичу, что он дал нам время, что вывел на правильную дорогу». Напоследок, пожимая руку Сусанину, Ельцин предложил ему должность советника в Кремле. Но тот отказался. Ему надо было возвращаться в лес, где от холода замерзал американский студент Барак Абала. Подумаем над этим. Что мы потеряли, а чего избежали? А я прощаюсь с вами. До встречи через неделю в «Красном проекте» на канале ТВ-Центр. Субтитры создавал DimaTorzok